Всем привет, дорогие друзья! Вы, наверное, уже догадываетесь, куда я иду, в какой магазин. И я вам больше скажу, что завтра у нас в Заре начинается летняя распродажа. И сегодня мы сможем последний раз... Видите, ещё в витрине написано «Новый сезон». И мы сегодня с вами последний раз сможем насладиться Зарой без сумасшедшего скопления людей. Я так надеюсь, хотя, по-моему, я сильно ошибаюсь, потому что я смотрю, что народу... Я так надеялась и думала, что поскольку завтра начинается распродажа, то сегодня людей будет мало, потому что никто не придёт в магазин сегодня. Все уже будут ждать ещё один день, чтобы уже всё купить по скидке. И, может быть, не будет очень людей в примерочной, и, может быть, будет меньше людей, и будет легче снимать. Но нет, мои ожидания не оправдались. Народу дофига, толпы людей, огромные очереди. Может, в примерочной хоть не будет очереди. Ну, давайте посмотрим, попробуем что-нибудь поснимать и что-нибудь попримерять перед распродажей, чтобы знать, что нам брать на распродаже. Смотрите-ка, какая красивая рубашка. Я, похоже, вам уже показывала. Ой, 100 долларов. А, вот эти голубые я вам показывала. Синим. Вот такую синюю я вам показывала. А эта розовая с белыми кристаллами. Красивая. Вы знаете, что? Я даже не знаю, если я вам буду снимать сейчас обзор, потому что здесь просто сумасшедший дом перед распродажей. Всё вешают, перевешивают. Какое красивое платье. Я видела его, кстати, на онлайн. Это так вот сделана спинка. Но оно совершенно открытое. Это такой сарафан, видите, спереди. А сзади у него пришита вот такая вот лента с бусинами, с такими красивыми, как под натуральные камни. Так, я не знаю, если я буду снимать обзор, потому что очень много всего. И очень всё. И всё очень в беспорядке, потому что, на моё удивление, я думала, что сегодня не будет никого. Ну, да, давайте я возьму несколько вещей в примерочную. И мы кое-что померяем, потому что иначе я просто здесь запуталась. Кроме всего прочего, сейчас очень трудно понять, какие вещи... То есть, как бы, полмагазина сейчас выйдет на распродажу. Ага, и в примерочную очередь стоит, представляете? Да. Значит, полмагазина уйдёт сейчас на сейл, а полмагазина останется, потому что это уже сейчас кучу. Новая коллекция и распродажа джинса. Последний раз мы примеряли джинсы здесь, да? Если я не путаю. Вот, давайте... Я не буду ничего обзирать. А давайте я просто возьму кое-что примерить, и мы так развлечёмся. Красивый пиджак, между прочим. Очень красивый джинсовый жакет за 100 долларов. Размеры экстра-смол. Так, всё. Беру вещи в примерочную, идём примерять. Короче, мой план не удался. Набрала полные руки вещей. Стою в примерочной, передо мной человек 10. Вот эти все люди, это всё передо мной в примерочной. Люди, может быть, им сказать, что завтра распродажа, чтобы сегодня ничего не покупали. А может быть, они так же, как и я, пришли сюда, потому что хотят попримерять вещи, чтобы завтра уже, так сказать, брать наверняка. Ну, что делать? Буду стоять, ждать. Ну что ж, дорогие девушки, наконец-то я добралась до примерочной в Заре. Я простояла в очереди полчаса, минут сорок. Вы представляете? Я очень люблю Зару, но я так не люблю магазины Зары, поэтому я очень редко что-то покупаю в магазине. В основном всегда онлайн, потому что здесь легче померить дома и отнести им сдать, чем здесь стоять в очереди. В кассу примерочную, короче, дурдок. Но зато у меня тут есть табуретка, в общем, зеркало, все дела. Так, покажу вам себя. У меня такая вот юбка зелёная с чёрным жакет атласный с поясами. Я надела, потому что он очень широкий. Он такой версайз, плечистый, но мне нравится, но слишком too much здесь. Маечка внизу, украшения, кстати, браслет и цепь тоже из Зары, очень старая, которую я покупала много-много лет назад и до сих пор я с удовольствием ношу. Я вообще хочу сделать такое видео, мои украшения из Зары почти винтаж, потому что у меня есть украшения, которым по 10 лет, они в прекрасном состоянии, прекрасно сохранились. Я надеюсь, что я опять перекрикиваю музыку. Ещё у меня вот такое же есть кольцо из Зары, которое звенит бубенчиком. Я его сейчас, наверное, сниму, потому что оно будет нам мешать съёмке. Значит, я набрала кучу вообще совершенно рандомных вещей, абсолютно рандомных, абсолютно не знаю вообще, что из этой примерки получится, и она будет, наверное, очень длинная. Но давайте начнём без долгих предисловий, которые уже довольно долго. Всё, давайте примерять. Так, первое – это жакет. Я принесла несколько жакетов, которые мне понравились, и потому что на мне такая юбка, кофточка такой топит, поэтому можно примерять жакеты легко. Значит, это размер медиум, как ни странно, но, видите, он нехорошо. Значит, стоит он сейчас 100 долларов. В составе его... Кстати, вспомните жакеты в Манг, которые я примеряла, которые все были по 200, 150-150-170, в общем, в Заре, вот тоже есть подороже, но вот этот стоит 100. Он состоит из модал, 94% модал, 6% какая-то синтетика, и подкладка 100% ацетав, что, в принципе, неплохой состав, и неплохая цена, очень красивый такой травяной цвет, очень хорошо сочетается с моей зеленой юбкой. А я вам не показала мои туфли. Вот такие бежевые, бесцветные туфли я решила сегодня надеть к своему аутфиту, чтобы они подходили ко всему, что я примеряю. Ну, в общем, симпатичный жакетик, очень даже ничего. Так, 99 долларов, размер медиум, и модал, модал, и синтетика, почти все модал, и ацетавная подкладка. Так, белый жакет, без пуговиц, просто вот такой вот, по-моему, это размер смол. Сейчас, опять же скажу, был смол, там экстра-экстра лардж. Я решила взять смол, потому что, потому что остальные были очень большие, значит, в нем нет пуговиц, он как бы имеется в виду, что он вот так вот расстегнут. Из отделки, у него интересная отделка на рукаве, такая мережка, вообще симпатичный жакет. Сейчас посмотрю цену, посмотрю точно размер, и посмотрю состав. Не посмотрела, но жакет очень даже неплохой. Белый такой, малышный такой, по-моему, что в нем есть какой-то лен. Состав. 50% пескоза, 50% лен. И подкладка 100% ацетат. Стоит 100 долларов, размер смол. Я примеряла, он мне плотненько, но не мал, тем более, что пуговиц нету, застегивать не надо. И вот такая вот интересная деталь на рукаве. Я сегодня не раз буду поминать, конечно, манго с их ценами. Вот, пожалуйста, 50% лен, 50% пескоза, жакет, 100 долларов, до распродажи. Не 200, как в ману. Супер-классный жакет, очень мне нравится. К сожалению, на нем нет цены. Но я помню, что он был с дорогих. Был его такой, это значит жакет, есть костюм жакет и брюки такие же, вот с таким, такой же такой переход цвета. Мне очень он понравился на веб-сайте и очень мне нравится в жизни. По-моему, это тоже лен, но цену я вам не скажу, если только найду на онлайн его и напишу потом. Потому что оторванная этикетка с ценой, но он мне очень нравится. Он так красиво сделан. Посмотрите, у него такой красивый крой, хороший. По-моему, это тоже медиум, он не очень большой. У него нет плечей, он без подкладки, без плечей. Он такой, знаете, как летний жакет, без мягкий такой, не жакет с подкладкой, с плечами, а такой, просто такой, знаете, летний жакетик, который можно носить вот так вот слегка. Слегка подрастегнув. Рукава мне, конечно, длинные, я всегда рукава поднимаю, но мне очень нравится вот этот переход цветов. Он не подходит к моей юбке. А я сейчас посмотрю, если у меня есть что-то, с чем я могу померить, чтобы лучше было. Значит, это джакет, 51% лен, 49 хлопок. Я помню, что он был дорогой, подкладки, видите, в нем нету, но он сделан очень хорошо, прям так, знаете, аккуратненько, все швы, все прекрасно в нем сделано. По-моему, он стоил долларов, вот этот, по-моему, был под 200, может быть, стоил 70, что-то такое. Потому что я просто помню, что он был подороже. И вот видите, размер medium. Я сейчас еще чем-нибудь по примеру с другим, с чем он будет лучше выглядеть, потому что с моей юбкой не очень. Мне так он нравится, мне хочется его помирить с чем-то другим, чтобы посмотреть, как он выглядит вот с одеждой, которая подходит. Очень классное джинсовое платье с карманами. Я взяла размер ларч и не ошиблась. Я, честно говоря, сомневалась насчет размера. Я думала, что мне оно будет маловато, но оно мне в самый раз. Я сейчас посмотрю, как он сзади сидит. Очень красивое платье. Ну, как очень красивое. Джинсовое платье, хорошо сшитое, интересный красон. Видите, такой рукавчик реглан, здесь воротничок, здесь замочек такой желтенький-жолотой и два кармана. Две на руках, на манжете. Интересно, как это сделано на рукаве такие защипы. В общем, очень интересное платье. Очень мне нравится. Я сейчас посмотрю, сколько оно стоит и, возможно, сегодня положу его себе в корзиночку, когда оно выйдет на распродаже. Если оно есть онлайн. Давайте я так его сниму в полную длину, чтобы вы видели, как оно выйдет здесь в полный рост. Оно довольно длинное, но нормальная такая длина и оно даже, в общем, довольно свободное. Но медиум мне, конечно, был бы мал. А вот Ларчи самый раз. У меня весь карман и мне очень это нравится. Классная платье. Я смотрю на себя сзади и мне даже кажется, что оно у меня как-то немножко великовато. Неужели медиум мне надо будет? Ну, вряд ли. Я не знаю. Странно, правда? Ну, в принципе, нормально. Ну, оно тоже не дешевое. Оно стоит 100 долларов. Размер Large. Так что, наверное, я немножко с ним подожду, потому что даже сейчас оно выйдет на распродажу. Оно будет стоить сотни, наверное, долларов 60-50. Вот так вот. Ну, в принципе, уже нормально. Но платье классное. Мне очень оно понравилось. Приятное на ощупь. Такая джинса, не очень твердая. Длинное платье хорошее. Так, захотелось чего-то розовенького, романтичного, кружавчатого. И это платьице очень миленькое. Может быть, немножко я для него старовата. Ну, как бы оно такое немножко девичье, детское такое. Не потому что я что-то там можно или нельзя носить в моем возрасте, а потому что оно и фасон, и расцветка. Все такое, знаете, такая барышня из смольного. А я как бы с лицом уже давно не барышня. Короче. Короче. Но оно симпатичное. Вот если бы оно было другого цвета, может быть, оно бы не выглядело так неподходяще ко мне. И вообще этот цвет не совсем мой. Было бы оно черное, например, или какой-нибудь такой сиренево. Яркое, знаете, выглядело бы лучше. Даже фасон бы его не сделал, не испортил. Значит, это размер медиум. Несмотря на то, что кажется, что оно мне как раз, оно мне нет, потому что мне подкладка маловато. В принципе, сверху вот это вот все не видно. Если я повернусь профиль, то вы увидите, что подкладка очень сильно обтягивает меня пузо. И, в принципе, это видно, потому что оно довольно прозрачное такое. Вообще оно довольно прозрачное все. Вот у меня там белье не бежевое, а чуть-чуть цветное. И все, я уже его вижу. Я не знаю, если вы видите, я вижу. Но, в общем и целом, платьице такое, прямо, знаете, романтик. Прекрасное платье на молодую девушку, на молодую, юную, прекрасную нимфу. Здесь так некрасиво топорщится. Вот они сцепили подкладку с самим платьем. И это очень некрасиво топорщится. Но я хочу вам сказать, что, чтобы не выглядеть совсем нимфой, то можно надеть вот такой жакет сверху. В принципе, даже вот эта юбка, которая торчает из-под него, не будет выглядеть так по-детски, как-то по-детско-садовски. Видите, как бы такая, да, юбка пышная, все, но вот с этим жакетом он его очень гасит. Вот эта деткость этого платья, жакет такой брутальный. И даже в принципе это выглядит совсем неплохо, мне кажется. Знаете, он такой гранж, такой стиль, а юбочка такая принцесса. Мне кажется, что даже вместе это выглядит совсем неплохо. Честно, мне даже нравится. Хотя вот вещи, в принципе, не очень зачитаются между собой. Принесла еще такой жакет, он как бы полу-льняной, по-моему, но в общем, в нем есть лед. Он мне маленький, он должен здесь застегиваться на пуговицу и завязываться. Он на мне не застегнулся. Но, кстати, с этим платьем тоже совсем неплохо. У них есть какие-то похожие цвета, перекликающиеся. Это такой, знаете, нарядный наряд, потому что я бы сказала, что такая юбка-пачка и такой жакет это уже какой-то больше такой наряд на выход. Хотя, в принципе, я не... Ну, могла ли я бы так пойти на работу? Да? Могла бы. Вот именно с жакетом. В одном платье бы не пошла, а вот с жакетом пошла. Причем, под этот жакет я бы могла тоже надеть вот именно юбку-пачку и какой-то топ и выглядело бы это неплохо. То есть, вот это вот платье, оно как бы немножко такое... Как будто бы такая тонкая шифоновая юбка и жакетик. Сейчас покажу вам из чего он, сколько он стоит, что с ним. Так, состав его 55 лен, 45 хлопок и подкладка вискоза. Хороший состав. Смотрите, это размер мидиум, но он мне маловато. Значит, стоит он 170 долларов. Вот при таком вот сочетании полу-лен, полу-вискоза. Кстати, вот этот жакет такого же практически состава стоил 100 долларов, а этот стоит 170. Не знаю, почему, но вот так вот они его оценили. Симпатичный жакет с поясом, с кармашками. В общем, расцветка такая приятная, хорошая, симпатичная. Ничего себе платьице стоит 100 долларов. Это написано, что это limited edition, то есть это их какая-то премиальная линейка, это был размер medium, все синтетика и верх, и подкладка, и стоит, видите, оно 100 долларов. Но это потому, что вот эта премиум линейка у них, которая, в принципе, дорогая. Ну, ну да, такое, видите, тоненькое, интересное. Я видела, у них в этом limited edition были платья шелковые по 200 долларов. То есть, ну вот, у них есть такая, такая премиальная линейка, которая подороже. Хотя у них есть платье и по 100 долларов, и не в премиальной линейке, но это, видите, оно такое необычное. Короче, платье гимназистки, девочки. Брючный костюмчик в стиле 70-х. Помните, были такие крем-пленовые костюмы, вот с такой похожей расцветкой. Единственное, что мне кажется, что это лен. Я потом посмотрю состав. Так, пиджак тоже medium. Девочки, еще раз повторюсь, для тех, кто возмущается, что я не свои размеры в магазине примеряю, я примеряю в магазине то, что есть. Если нету large, значит, нету large. А Zara, это не какой-то upscale магазин, где можно попросить, что вам со склада принесли какой-то другой размер. У них все, что есть, у них все висит на флоре. Ну вот я его застегнула. Привет. В принципе, брюки large, а жакет medium. И был бы он large, было бы лучше, но то, что есть. Я тогда его расстегну. Вообще, брюки такие в стиле, как будто бы джинсы клюшные. Видите, у него такие карманы, как будто бы джинсы. Ой, как он мне нравится. Это просто прикольнейшая вещь. Ой, но он такой дорогой заросен. 170 долларов стоит пиджак. Я думаю, что он лен с хлопком, такой же, как вот этот, такого же типа. Даже по качеству я чувствую, но такая расцветка в горве глаз, убойная. Но классно. Я хочу вам сказать, что он классно выглядит. И он, такая длина штанов как раз, то, что мне нужно. Они, видимо, должны быть типа 7 восьмых, а мне как бы в самый раз. Или 3 четвертых. А мне маломерки, как раз, они в самый раз. Но это такая расцветка, это такой курортный, знаете, прям такой, где-то вот на курорте бродить по набережной вечером в таком костюме. Это, конечно, супер. Мне очень нравится. Не очень практичный для моей каждодневной жизни в Канаде. Вообще практически непрактичный. Я не знаю, куда бы я смогла его надеть. Вот это я бы на работу не надела. Потому что, на мой взгляд, или просто там прогуливаться по улице, я бы тоже его не надела, потому что, на мой взгляд, он такой, ну как бы вот курортная расцветка. Я не знаю, как это сказать. Санаторное платье. Помните, были эти платья-парашюты? Санаторные, как только не называли. Вот этот санаторный костюмчик. Вот ходить на воды в Баден-Баден, там попивать водичку, еще где-то что-то с ним делать. Ну, конечно, не на каждый день в город. Ну, у нас в Канаде, во всяком случае. Будут смотреть и коситься. Вот я вам гарантирую в таком костюме. Все будут, все взгляды будут на мне. Состав. Полу-лен, полухлопок. Такой же, как вот в этом жакете и как вот в этом жакете. Только подкладка здесь плестрова. И стоит он 169 долларов. Тоже не дешевый. А брюки стоят, брюки размер ларчи, стоят они 19. Ну, такой же состав. Полу-лен, полухлопок. Только здесь нет подкладки в брюках. Ну, в общем, симпатичная вещичка, но он не совсем для моего лайфа. Стала себе где-нибудь в Мексике жила. Тойку запросто надо. На мне такая робохалат. Я хочу вам сказать, что она в жизни выглядит лучше, чем на видео. На видео это прямо робохалат. Вот прям такой халат-халат. А на самом деле это очень красивая атласная ткань с вышивкой по всему материалу. На пугольцах красивый такой вот рукав такого бутылочно-зеленого цвета. Симпатичные пугольчики. Я даже думаю, что на вешалке вы лучше сможете его рассмотреть. У него есть карманы. Очень классная вещь. Пояс не буду примерять. Вы заметили, я ни разу не надела пояс сегодняшний пример. Хотя у меня и есть мой пояс. Чтобы вы не ругались на меня. Вот. Ну, в общем, вот такая вот. Вы знаете, если расстегнуть, то его можно носить именно как верхнюю накидку на что-то. Я сейчас, может быть, надену свою юбку и попробую его примерить. Расстегну и попробую его примерить как верхнюю накидку. Я все никак не успокоюсь с этим жакетом. Мне все хочется с чем-то померить, что к нему подходит. Значит, он, конечно, подходит по цвету, но не подходит по идее, по вайбу, по какому-то по стилю. Знаете, мне кажется, даже вот это платье, вот это, больше к нему подходило, чем это. Потому что это такой атласный, такой расслабленный халат, сидеть в будуарах. А это такой жакет гранжевый. Ну, в общем, короче, не нашла я ничего с ним. У него, если повторюсь, брюки к нему идут, если их надеть вместе, с ним, мне кажется, будет хорошо. Можно с джинсами, с белыми джинсами, наверное, было бы неплохо, с какими-то льняными брюками, любого цвета. Вот такого похожего, или зеленоватого, или даже белого, или черного, мне кажется, будет очень хорошо. Вот к нему просятся какие-то льняные брюки. Шесть пуговиц расстегнула. Маленьких, малюсеньких пуговичек. Ну, вы знаете, что? Я бы хочу сказать, он в жизни выглядит намного интереснее, и как бы гугемнее, так скажем, чем на видео. На видео он вообще никакой. Хоть с юбкой, хоть без юбки. Вот так вот, дедок. А в жизни, на самом деле, это палатик такой очень даже, очень даже ничего себе. Так, это вискоза. Стоит 150 долларов, размер medium-large. У них есть small-medium, medium-large, или... А, нет, вот у них есть medium... А, extra small-small и medium-large. Вот. Посмотрите, у него очень красивая вискозная... Так, по вискозе, по ткани, идет очень красивая вышивка по всему, по всему, по всему, так сказать, палату. Он очень красивый, но почему-то на видео он не выглядит вообще никакой. Он вообще никакой. красивый бутылочный цвет тоже как-то потерялся. И вот такие вот симпатичные пуговички. Тоже не простые, а такие, знаете, интересные. Ну, в общем, короче, симпатичная вещь. Я люблю такую. Внесла еще такую кофту, не знаю, зачем. У меня вспышка, что ли, как-то очень светлый свет. Ну, не важно. Что-то, не знаю, схватила, не глядя, мне понравилась ее расцветка. Это черный, желтый, оранжевый вот этот. Такие разные, разные по качеству вязки, но, в принципе, она какая-то, ну, мне совсем не подходит и не нравится. Ну, кому-то, наверное, нормально. Может, не с этой ебкой, может, вот что-то. Ну, в общем, так, просто так принесла ради прибыли. Размер медиум. В основном, блестер, немножко вискозы и 55 долларов она стоит. Ну, что-то, не знаю, лишь бы что. Не знаю, не нравится. Еще одна вещь, которую я принесла, непонятно зачем. Я подумала, что она подойдет к моей юбке. Но, вы знаете, на видео моя юбка такая синеватая. На самом деле, она совершенно зеленая. И вот она вообще очень подходит к этому цвету, но через видео выглядит совершенно нет. Это типа такой жилетик в размер смол, но он, по-моему, безразмерный. Видите, здесь такие завялочки. Видимо, это на что-то надевать с длинным боковым вниз, как будто тонкий какой-то свитерок. Ну, в общем, короче, это типа жилет, какой-то вест. Черт что, и сбоку бантик. Вот как раз это про это. Черт и что. И сбоку два бантика по бокам. Все, снимаю. Не знаю, зачем принесла. Просто так, интересно стало, что это такое. Вы знаете, 45 долларов он стоит, размер смол, синтетика, но если его правильно стилизовать, с чем-то, его можно очень интересно обыграть. Это такой стилеобразующий пис, вещь стилеобразующая, вот такая интересная какого-то, знаете, типа вест, типа жилет, который можно, в принципе, сыграть с ним, интересно сделать аутфит, если правильно, с правильными вещами выносить. Ну что ж, дорогие девушки, такие у нас сегодня были примерки, длинные, получилось видео, длинное, наверное, я не хотела, но так вышло. Хотели как лучше, получилось, как всегда. Надеюсь, что вы не устали, надеюсь, что вам было интересно. я как бы вот хотела вас подвести к тому, что в заре завтрашнего дня у нас начинается распродажа, очень рано, кстати, в этом году, как ни странно, у нас обычно в конце 24-го, 25-го, а в этом году вот 15-е число завтра я снимаю, 14-го, 15-го, завтра 16-го, ну в общем, или сегодня вечером начнется, я даже, сегодня 15-е число распродаж начнется сегодня вечером, в 9 вечера онлайн и в 16-го в магазине завтра. То есть в магазине на день позже если у вас есть апп, аппликейшн, то начинается в 9 вечера на кануне. Вот. На аппликейшн даже не написать. Все. Будем прощаться с вами. Я надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно. Всем хорошего дня, хорошего вечера. С вами была Деппи-Сканат. Всем пока. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok